МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это американский сквозной эфир из Нью-Йорка. Здесь Диана Лесничья. Сегодня 17 ноября, четверг. И сначала коротко главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в начале 2023 года, чтобы проработать договоренности, достигнутые после встречи Байдена и Си Цзиньпина. Северная Корея запустила баллистическую ракету через несколько часов после угроз МИДа КНДР жестко ответить на действия США по защите безопасности своих союзников. Советник Зеленского Михаил Подоляк призвал создать бесполетную зону над Украиной. Член Палаты представителей США Карен Басс стала первой избранной женщиной-мэром Лос-Анджелеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим темам. Уокеши, это штат Висконсин, суд вынес приговор Даррелу Бруксу-младшему. В тюрьму он отправится пожизненно. 40-летний фигурант уголовного дела в ноябре минувшего года протаранил толпу людей во время рождественского парада. Как стало известно, Брукс к уголовной ответственности привлекался не раз, а на суде и вовсе заявил, что преступление он совершил якобы неумышленно. Продолжит Наталья Романова. В тот день город отмечал не только начало праздничного сезона, но и возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса. На рождественский парад приехали местные политики, гостей развлекали танцевальные коллективы и школьные ансамбли. Но в итоге наступил настоящий кошмар. Ближе к пяти вечера водитель красного внедорожника протаранил заграждение и врезался в толпу людей. Шестеро погибли, и еще 62 человека получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших много детей. После случившегося один из полицейских открыл по автомобилю огонь, но стрельбу пришлось резко прервать. Правоохранитель побоялся ранить случайных прохожих. Процесс длился почти год. На скамье подсудимых Даррел Брукс-младший. Его задержали прямо на месте преступления. Смертной казни в Висконсине нет. За убийство нескольких человек подсудимому изначально грозило лишь пожизненное заключение. После оглашения приговора уже осужденный заявил, в произошедшем он раскаивается. А само преступление он якобы специально не планировал. Люди будут верить в то, что хотят, и это нормально. Но я должен это сказать. То, что произошло 21 ноября 2021 года, не было, не было нападением. Это не было заранее спланировано. Всего за 10 дней до трагедии Брукс-младший вышел из-под стражи под залог всего в 500 долларов. Послужной список у него оказался внушительным. За свою 40-летнюю жизнь Брукск к уголовной ответственности привлекался не раз. В основном за побои и оборот наркотиков. К слову, наезд на толпу людей теперь уже осужденный совершил как раз, когда скрывался с очередного места преступления. В день оглашения приговора он впервые попросил прощения у родственников погибших. Я хочу, чтобы вы знали, что я не только сожалею о случившемся, я сожалею, что вы не смогли увидеть то, что действительно в моем сердце, что вы не можете увидеть раскаяние, которое я чувствую. Близкие жертв преступления присутствовали на многих заседаниях. И когда присяжные огласили свой финальный вердикт, не смогли скрыть собственных чувств. Мы долго молились об этом дне, а сегодня утром моя пятилетняя дочь подошла ко мне и дала мне вот этот амулет с прахом мамы. Она сказала, чтобы я взял его с собой на оглашение приговора. Так что сегодня мама была с нами. И я просто хочу поблагодарить всех за то, что они сегодня сделали. Моя мама всегда говорила, когда мы были детьми, «Ангелы хранят вас, ребята». Так что я просто хочу сказать, что ангелы хранят вас, ребята. И зажгите сегодня вечером эти синие огни. Окружной судья Дженнифер Доро вынесла приговор по 76 пунктам. Это в том числе умышленное убийство первой степени и нанесение тяжкого вреда здоровью. За каждое из обвинений максимальная санкция составляет пожизненное лишение свободы. Зал отреагировал аплодисментами. Но уже потом по видеосвязи к участникам процесса обратилась бабушка осужденного. Она рассказала, психическими недугами ее внук страдает с самого детства. «Даррелл страдает биполярным расстройством с 12 лет. И именно из-за этой болезни он проехал через толпу. Я молюсь о том, чтобы его вылечили от этого заболевания и поместили в учреждение, где занимаются проблемами психического здоровья». Возможно, именно поэтому у Брукса-младшего оказалось таким богатым на события его уголовное прошлое. Афроамериканец, к слову, не раз нарушал правила нахождения под залогом, но далеко идущих последствий все не возникало. Любопытно, что трагедия в Висконсине произошла всего через два дня после оглашения оправдательного приговора Кайлу Риттенхаусу, белому жителю этого же штата. Прокуроры инкриминировали молодому человеку нападение на акцию BLM в Киноше, в результате которой погиб манифестант. Многие сторонники Демократической партии тогда эти события между собой связывали, по их мнению, инцидент на параде мог быть местью за оправдательный приговор Риттенхауса. Присяжные посчитали, что он не превысил допустимый уровень самообороны. Даже президент Байден тогда сказал, что судебный вердикт его разозлил. Ситуация в Висконсине быстро накалялась, ждали массовых манифестаций протеста, но в итоге психически больной Брукс-младший врезался в толпу людей на городском празднике. Наталья Романова, Михаил Карченко, Александр Ковалев, RTVI, Нью-Йорк. Обсудим вердикт с нашим гостем Игорь Ниман, адвокат по уголовному праву. Сейчас с нами на прямой связи. Спасибо, Игорь, что присоединились. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вам кажется, справедливо ли решение суда по делу Брукса-младшего? Я думаю, что безусловно. То есть в данном конкретном случае то, что он попытался предоставить информацию о том, что у него есть какие-то психические проблемы только во время приговора, является, конечно, абсолютно неадекватным. А свидетельствование, если оно какое-либо было, должно было произойти гораздо раньше. А вообще могло ли психическое расстройство в данной ситуации стать смягчающим обстоятельством? Пусть даже оно появилось в последний момент. Могли ли развернуть дело, заново начать пересматривать? Я не думаю, что могли развернуть дело на такой поздней стадии, но если бы это было сделано в самом начале, то я думаю, у него были бы определенные аргументы. Если бы он смог бы доказать, что он в этот конкретный момент страдал или находился в состоянии невменяемости, то это бы привело к очень серьезному освидетельствованию, нахождению в психиатрической клинике и так далее. Можно ли сказать, что если бы в Висконсине была смертная казнь, то, скорее всего, в таком случае его бы приговорили к ней? То есть это равноценные? Да, я думаю, что это так. То есть он получил, в принципе, 6 пожизненных и плюс, по-моему, 425 лет сверху. Поэтому я думаю, что если в Висконсе не была смертная казнь, то, конечно, в зависимости от того, как там это бы решалось, то есть это решалось бы, например, через отдельный суд присяжных, как это делается, допустим, в Колорадо. То есть есть разные варианты. А есть ли какой-то, видите ли вы, политический аспект в этом деле? Возможно ли, что осужденный умышленно все-таки наехал на толпу из-за оправдательного приговора того же Кайла Риттенхауса? Нет, может быть, он это и сделал, но это у него, конечно, неизвестно. То есть если сделал, был ли у него такой мотив? Если проанализировать как-то статистику, может быть, по судам в других штатах, где периодически происходят какие-то схожие истории, можно ли сказать, что приговор примерно равноценен тому, что произошло бы в других штатах, выносить приговор по такому подобному делу? Думается, что все это достаточно равноценно. Я не думаю, что это что-то экстраординарное, учитывая то количество пострадавших. Есть ли у него хоть какие-то шансы подавать апелляцию? Или при таком приговоре это уже бесполезно? Или что, может, действительно через какое-то время ему могут снизить срок? Или еще что-то может произойти? Апелляция зависит от того, были ли допущены какие-то юридические ошибки. Именно юридические ошибки на основании закона во время суда присяжных или на предварительной стадии. Если этого не произошло, он может подавать апелляцию, но она будет отклонена. То есть, на самом деле, количество апелляций, которые возвращают обратно приговор, оно минимально. Не больше, я думаю, 5-10%. Даже, наверное, меньше. То есть, вообще, на практике, если человек подает апелляцию, например, примерное поведение, да? Бывает же ведь и такое, что людей отправляют условно-досрочно на волю за примерное поведение. Или в такой категории дел это не работает? Нет, в его случае, насколько я знаю, у него нет права на какое-либо досрочное освобождение. Спасибо большое. Игорь Ниман, адвокат по уголовному праву из Нью-Йорка, был с нами на прямой связи. Спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего. К другим темам президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с ракетами российского производства, упавшими на востоке Польши. Заявление глава Белого дома сделал сегодня ночью в Вашингтоне, сразу после возвращения с формы Большой Двадцатки. Напомним контекст. Снаряды угодили в сенохранилище. На месте взрыва образовалась глубокая воронка. Погибли два человека. Населенный пункт Пшеводов, именно там все произошло, находится в пяти километрах от украинской границы. Издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на анонимный источник уже сообщило, что это были ракеты С-300 украинских ПВО. Якобы они сбились с курса. А по данным CNN, как раз в тот день ВСУ передали информацию США и союзникам о том, что пытались перехватить неустановленную российскую ракету. Произошло это, как утверждается, как раз в тот самый временной промежуток, когда прозвучал взрыв в Пшеводове. Господин президент, какова Ваша реакция на заявление президента Зеленского о том, что ракеты, которые упали в Польше, не были украинскими? Это не доказательство. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера сообщил. Вечером в среду руководитель ЦРУ Уильям Бернс в Варшаве встретился с президентом Анджием Дудой. Стороны обсудили инцидент в Пшеводове. А пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адриэна Уотсон заявила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию, которое проводят польские компетентные органы. Свою оценку событиям вблизи границы с Украиной дали и в американском военном ведомстве. Мы все еще продолжаем собирать информацию, но пока ничего не противоречит предварительной оценке, которую дал президент Дуда. Он сообщил, что этот взрыв, скорее всего, случился в результате работы украинской системы ПВО. И эта ракета, к сожалению, упала в Польшу. Какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что именно Россия несет ответственность за этот инцидент. А советник президента Украины Михаил Подоляк уже призвал европейские страны закрыть небо над Украиной. Ранее западные лидеры такую идею отвергли. В США и НАТО не раз высказывали опасения, что такая мера может спровоцировать полномасштабную войну на территории уже всей Европы. Однако в своем недавнем твите Подоляк настаивает, что закрытие воздушного пространства необходимо в том числе и для обеспечения собственной безопасности Евросоюза. Обсудим с нами на прямой связи Эрик Ширяев, профессор политологии университета Джорджа Мэйсона. Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Меня поправляет, да. Якуб Карейба, польский политолог из Варшавы у нас на прямой связи. Немножко меня неправильно дезинформировали. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Здравствуйте, все хорошо. А каким образом официальная Варшава отреагировала на события? Что говорят вообще официальные лица? Были ли усилены меры безопасности в связи со взрывом ракет? Варшава отреагировала крайне сдержанно. Как президент, премьер-министр, так и руководители соответствующих ведомств, которые отслеживали, исследовали и объясняли все, что произошло, придерживаются крайне умеренных высказываний. То есть, установлено, что на территорию Польши упала украинская ракета. Это факты. Но, с другой стороны, моральную ответственность за данный факт несет Россия. Вот такая линия Польши, линия, которая была проконсультирована со всеми союзниками по НАТО и Европейскому Союзу. Это линия окончательная. То есть, конечно, власти Польши сожалеют о произошедшем, но, с другой стороны, выражают полное понимание того, что, если Украина ведет оборонительную войну, то такие вещи могут случиться. А вообще, в первые часы после взрывов были, собственно, слышны призывы применить пятую статью НАТО, да, пятое положение. Есть ли такие предложения сейчас или, можно сказать, что риторика уже стала более умеренной, никто об этом не говорит? Ну, я таких призывов не слышал в Польше. Я такие призывы слышал в Украине. И это абсолютно понятно. С точки зрения Украины подключение либо НАТО в целом, либо отдельных стран НАТО, таких как Польша, ускорило бы завершение войны. Завершение войны, которая, с точки зрения интересов Украины, является ее главной стратегической целью. Но очень наивно полагать, что у разных государств цели идентичные. Они иногда совпадают, иногда не совпадают. И это тот, с человеческой точки зрения, очень неприятный момент, когда они между Украиной и Западом не совпали. Во многом мы с украинцами согласны, но начинать войну пока что не согласны. Поскольку установлено, что Россия сама эту войну не начала, мы начинать войну с Россией не собираемся. Если бы это была преднамеренная атака польской территории, это другое дело. Но уже установлено экспертами, что Россия не намеревалась нападать на Польшу. То есть, как и на протяжении всей войны, она четко и тщательно соблюдает красные линии, которые были выставлены НАТО. А можно ли считать, что эта позиция Варшавы и Евросоюза останется такой же, как она есть сейчас, достаточно умеренной? Или можно ожидать каких-то неожиданных поворотов? Или уже вряд ли? Мы понимаем, что Россия все равно в стратегическом плане не достигла ни одной из своих целей. И, скорее всего, после завершения этого конфликта ее позиции будут гораздо слабее, чем до его начала. То есть, с нашей точки зрения, с точки зрения интересов Польши и большинства стран, по крайней мере, Центральной и Восточной Европы, цели достигнуты. У украинцев другие цели. Страна сражается за свою территориальную целостность и за выживание наций. Мы оказываем солидарность, но оказываем ее в той мере, в которой это соответствует нашим интересам. Польша слишком много раз боролась за других, сражалась вместо других, чтобы сделать такую ошибку еще раз. История нас много чему научила. И ошибки, особенно ошибки Второй мировой, польское правительство не собирается повторять. Особенно во время предвыборного периода, который вот начинается. А как вообще отнеслись в Варшаве к предложению Германии совершать воздушные патрули в восточной границе? Сейчас это предложение обсуждается. Все зависит от контекста. Если это все в контексте пророссийской позиции Германии, ведь Германия на протяжении всей войны функционально находится в союзе с Россией, фактически дезавуирует все попытки оказать Украине решительную помощь и обнулить позиции России в Европе. Вот если это предложение, минимум, предложение в таком контексте, оно будет отвергнуто. Если это предложение в контексте измененной стратегической позиции Германии, в контексте нового немецкого видения международного порядка в восточной Европе, то есть обнуление российских позиций, то оно будет принято. Спасибо большое, Якуб Корейба. Польский политолог был с нами на прямой связи из Варшавы. Спасибо, что присоединились к эфиру. Всего доброго. Коллегия голландских судей признала Гиркина, Харченко и Дубинского виновными в катастрофе пассажирского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Нэнси Пелоси уходит с поста спикера-демократа в Палате представителей США. Она возглавляла пост почти два десятилетия. Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриан Уотсон заявила, что конечная ответственность за взрыв в Польше лежит на России, хотя ракета и была выпущена украинской стороной. Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал к перемирию в Украине на время чемпионата мира по футболу в Катаре. Членство России в Паралимпийском комитете приостановлено после заседания организации в среду в Берлине. Арестованных в начале ноября в Аргентине двух россиян Антона Напольского и Валерия Ермакова США обвинили в распространении пиратских электронных книг. К другим темам. Филадельфия против Техаса. Мэр пенсильванского города поприветствовал мигрантов, которых на автобусе отправили к ним из Южного Штата и осудил коллегу из республиканского региона на юге страны. В среду в Филадельфию прибыли сразу 28 человек, включая 10-летнего ребенка, девочку с обезвоживанием и высокой температурой, которую сразу же отправили в больницу. Это стало новым витком противостояния республиканцев и демократов, когда первые, пытаясь избавиться от наплыва переселенцев, самостоятельно определяют для вновь прибывших города убежище, причем обязательно в демократических штатах. Список формирует губернатор Грег Эббот, который уже отправлял мигрантов в Вашингтон и Нью-Йорк. Прибытие в Филадельфию не стало неожиданностью для городских властей. В прошлые выходные они провели встречи, на которых планировали как справиться с наплывом людей. Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что город будет готов приветствовать их с распростертыми объятиями. Однако, когда автобус оказался уже в городе, мэра поблизости не оказалось. Мигрантов встретили волонтеры с теплыми одеялами и одеждой, готовые предоставить им временное жилье. Впрочем, позже Кенни все-таки выступил с заявлением, осуждающим действия властей Техаса. Благодаря Богу. Печально и возмутительно, что губернатор Эбботт и его администрация продолжают проводить свою жесткую и российскую политику, используя семьи иммигрантов, включая детей, в качестве пешек для бесстыдного продвижения своей извращенной политической программы. Мигрантами оказались граждане Колумбии, Доминиканской республики и Кубе. По состоянию на 11 ноября штат Техас разослал в города убежища более 13 тысяч человек. Среди пунктов назначения Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия. Так, например, в столице оказалось большинство более 8 тысяч человек. В Нью-Йорк отправили почти 4 тысячи мигрантов и еще 1200 в Чикаго. Как утверждает губернатор Техаса Грег Эбботт, так называемая автобусная стратегия показала себя эффективной. Ну а останавливаться Эбботт не собирается до тех пор, пока, как он говорит, администрация Байдена не выполнит свою работу и не обеспечит техасцам и американскому народу устойчивую безопасность границ. В прошлом финансовом году американские власти пресекли более 2 миллионов незаконных пересечений границы. Это рекордный показатель, который отражает ухудшение экономических и политических условий в некоторых странах. А также относительную силу американской экономики и неравномерное применение ограничений на предоставление убежища, введенных Дональдом Трампом. Обсудим сложившуюся ситуацию с нашими гостями. Сейчас на прямой связи Дуглас Ривлин, директор по связям с общественностью Америка Свойс. Это некоммерческая организация, которая, собственно, помогает мигрантам. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Спасибо, что пригласили. Как вы оцениваете решения, принятые Грегом Эбботом уже, собственно, не в первый раз? Что можете об этом сказать? Грег Эббот – это будущий кандидат в президенты республиканской партии. И он делает основной частью своей повестки борьбу с миграционным кризисом, так называемым. На нынешних уже промежуточных выборах республиканцы планировали одержать огромную победу. Этого не случилось. Но Эббота переизбрали. И посмотрим, как дальше будет развиваться его карьера. Но вот эти меры, которые он применяет для того, чтобы, собственно, избавить, мы так понимаем, Техас от большого наплыва мигрантов и распределить их по стране. Но выбирает он исключительно демократические штаты. Вот именно эту меру, как вы оцениваете, насколько это вообще человечно? И как можно это воспринимать? Послушайте, эмигранты еще до того, как попасть на южную границу США в Техасе, уже натерпелись огромное количество лишений. И я считаю, что они имеют полное право просить об убежище. Люди, такие как Грег Эбботт, дают, на самом деле, возможность этим мигрантам судиться со штатами и этим способом получать разрешение на пребывание в стране. У большого количества этих людей есть родственники в США уже, и эти мигранты хотят не более, чем воссоединиться со своими близкими. И мне кажется, тот факт, что Эбботт сажает их на автобусы, по факту даже не вредит, а помогает мигрантам добраться до своих конечных целей и назначения. Здесь вопрос не об миграционной политике, скорее, а об амбициях отдельно взятого политика. Грег Эбботт пытается противопоставить себя Дональду Трампу, в первую очередь даже, хотя, казалось бы, Трамп это человек, который максимально против мигрантов. А почему тогда демократические штаты, куда, собственно, намеренно отправляет Эбботт, подчеркивая разницу политических взглядов, он отправляет туда мигрантов, не всегда тепло относятся к этим инициативам? То есть они поддерживают миграцию через южную границу, но, тем не менее, не всегда готовы принимать такое количество беженцев и мигрантов? Знаете, я не уверен, что демократы поддерживают политику открытой границы, это скорее искажение фактов со стороны республиканцев и ярых консерваторов. Мне кажется, что это очередная попытка как-то сделать из повестки миграционное целеобразное оружие, такой меч, которым можно будет разить демократов. И в большом количестве республиканцы апеллируют касательно тех людей, которые якобы несут какую-то угрозу с собой с границы. Хотя по факту людей вяжут без разбора, и это в первую очередь ограничение их права простить об убежище. И Дональд Трамп и Стивен Миллер на самом деле своими действиями за прошлую администрацию привели к разладу системы. Мне кажется, что нужно вернуться обратно к системе, которая была до изменений, которые привнес Стивен Миллер. И давно пора закрыть глаза на политику и противоборство красных и синих, и попытки как-то поставить вопрос ребром, а вернуться к какой-то политике, которая дает больше контроля на самом деле над границей. Например, сейчас людям с южной границы запрещают попадать на так называемые порты принятия, ports of entry. Суд недавно постановил, что теперь это нужно разрешить, и через 5-6 недель нам на самом деле удастся получить больше контроля над происходящим. Мигранты будут приходить именно вот в эти порты прибытия, в которых уже есть налаженные схемы, и можно будет работать вместе с организациями некоммерческими и адвокатами на общественных началах, чтобы иммигранты могли подавать реальные какие-то запросы на убежище. Я думаю, что сейчас миграционный вопрос – это все о политике, нежели чем о желании помочь людям. Как ваша организация касательно помощи помогает людям? Мы работаем над изменением миграционных политик на федеральном уровне, а также предоставляем непосредственные услуги помощи мигрантам, в том числе в Техасе. Мы пытаемся распространять истории, такие успешные, о принятии демократов. Вы должны понимать, что это вопрос не только в Техасе, это вопрос еще и во Флориде, и в Аризоне. Как вы показали в своем видео при подводке, на самом деле люди из нон-профитов, из некоммерческих организаций рады помочь иммигрантам и в Филадельфии, и в моем городе, в Вашингтоне, в Дистрикт Колумбия. И еще отцы-основатели задумывались об этой проблеме. Конечно, Бенджамин Франклин из Филадельфии, кстати, задумывался о том, что слишком много немцев поступает на территорию США, и что у местных англосаксонов будут какие-то проблемы с этим. В итоге оказалось, что с немцами никаких проблем нет, и на самом деле страхи о миграции повторяются сейчас. И хочу сказать, что, например, новый сенатор от штата Пенсильвании, где Филадельфия расположена, уже ответил сегодня, что мы хотим видеть иммигрантов в городе Братской Любви, это прозвище Филадельфия, и что они будут... Город Филадельфия будет рад помочь этим людям добраться до своих семей и до исполнения своей мечты. Многие уже покинули город Филадельфия, сразу с автобусов отправились в какие-то другие территории. И на самом деле вот эта радушность жителей Филадельфии и Массачусетса, Нью-Йорка и Вашингтона говорит больше, чем слова политиков. И напоминает нам о том, что Америка — это великая страна, которая готова помочь и защитить людей, которые столкнулись с действительно угрозой для собственной жизни, для людей, у которых есть угроза жизни от своего собственного правительства и затем от правительства новой страны, в которую они попали. Я сейчас говорю об Эббете, который запихивает людей в автобусы. И мне кажется, нужно больше делать упор на истории о волонтерах, которые помогают людям, которым помощь нужна больше всего. Спасибо большое за Ваш комментарий. Дуглас Ривлин, директор по связям с общественностью Америка с войском коммерческой организацией, помогающей мигрантам. Спасибо. И у нас есть еще один спикер Брюс Маркс, адвокат, бывший член Сената штата Пенсильвании от республиканцев. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Брюс, собственно, это первый такой автобус в Филадельфию. Как Вам кажется, будут ли еще, учитывая тенденцию? Да, почему бы и нет. Огромное количество нелегальных иммигрантов пересекают границу из Мексики в Техас, и Техас уже устал от этой ситуации. Это открытые границы, это демократическая политика, и попытки как-то обуздать ситуацию со стороны республиканцев встречаются с полным непониманием президентской администрации. Нет ни одного города, на самом деле, в США, я Вам так скажу, который контролируется демократами больше, чем в Филадельфии. А я тут живу. А как вообще Вы можете оценить вот эту автобусную историю, которую ввел Эббот? Вот именно те методы, которые он предпринимает и то, как это реализовывается? Вы знаете, решением здесь будет не посылание мигрантов в автобусах, а решение проблемы границы. У Трампа была неплохая мысль построить стену, через которую невозможно будет перебраться, хотя бы в больших количествах. Я считаю, что, естественно, можно рассматривать кейсы об убежище, это не проблема. Но мы видим с Вами по телевизору каждый день, что происходит. Тысячи людей переходят через границу, вместо того, чтобы отправить их обратно в Мексику, а их отправляют с хлебом и солью, встречают на территории США. И они никогда не вернутся в страну, с которой они пришли. И не факт, что им что-то угрожало у себя на родине. Это, на самом деле, печальная ситуация, что такой хаос происходит на границе. А есть ли какие-то законодательные попытки распределить поток мигрантов по стране? Тех мигрантов, которые впустили в страну, но распределить их не в сторону больших городов, а снять нагрузку с Техаса, снять нагрузку с Флориды? Проблему это не решает. Проблема изначально, что эти люди не должны были попасть в США. Не должно быть открытой границы. Это абсурд. Граница на той границе, чтобы иметь какой-то барьер. А мы, по факту, позволяем нелегальным мигрантам отправляться в Калифорнию, Техас, Вермонт, Нью-Хэмпшир, да куда угодно. Проблема не в том, куда их отправляют. Проблема в том, что им позволяют просто пешком перейти границу и без всякого контроля. И я считаю, что Уэббот устал, и он понимает, что его штат несет бремя непропорционально. Так что вполне себе неплохое решение дать понюхать собственную политику, так называемую, демократическим городам, будь это Филадельфия, Нью-Йорк или Вашингтон. А как, кстати, в действительности в той же Филадельфии относятся все-таки к мигрантам? И вообще, если говорить о демократических властях, они говорят, что рады принимать мигрантов, рады помогать. Но готовы ли они на самом деле разделять с Техасом и Флоридой этот наплыв? Или все-таки это больше... Послушайте, конечно же, будут крайне левые политики, такие, как, например, предыдущий спикер принадлежит к ней, «Голос Америки», «Американс Войс», переводите, как хотите. Естественно, у них есть своя какая-то повестка, и они не только рады позволить нелегальным мигрантам попасть в США. Но если вы спросите человека на улице, который идет по городу Филадельфия, то, я думаю, вам просто посмеются в лицо. У всех есть свои собственные проблемы, проблемы посерьезнее, наркотики, криминал и так далее, инфляция. Дональд Трамп, на самом деле, если задуматься, имел неплохую мысль, что проблемы американцев должны рассматриваться в первую очередь. И чем добавлять проблем нашей стране извне, неплохо было бы сконцентрироваться на том, чтобы разрешить проблему внутри нашей страны. В первую очередь, нелегальная торговля наркотиками. И посмею вам напомнить, что люди, которые переходят к границу, это вполне возможно члены картелей и организованных преступных группировок. Я не говорю, что все они, люди, которые переходят к границу, это преступники. Но почему бы людям, которые переходят к границу из Никарагуа или другим странам Социальной Америки, не соблазниться на куш нелегальной торговли наркотиками? Ясное дело, что не только женщины и дети попадают к нам на территорию, через границу. Есть и люди, которые вполне имеют себе корыстные помощи. Но если все-таки возвращаться к ЭБЭТу, могут ли в действительности такие его действия помочь как-то изменить миграционную политику? Или это лишь будет вызывать раздражение и ничего более? Я бы не был сильно оптимистичен. Демократы контролируют Сенат, это уже точно. У нас либерал-президент. Мне кажется, что возможность была упущена, когда Трамп был президентом, когда республиканцы контролировали законодательные ветвы власти, можно было провести реформы в то время. Но касательно ближайших двух лет, я бы не был сильно оптимистичен. Президентские выборы в 2024 году будут жаркой битвой. Я думаю, что республиканцы вполне имеют шанс перевернуть ситуацию. Палату представителей уже была взята под контроль красных. Я надеюсь, что миграционная реформа в 2024 году будет одной из повесток президентской гонки. Дональд Трамп уже заработал в себе большое имя в данной сфере. И прочие номинанты, такие как и Де Сантис, тоже будут иметь что сказать по этому вопросу. Де Сантиса переизбравили с разгромной победой. И будет интересно, что у именно Де Сантиса будет что сказать. Напомню вам, что у Де Сантис огромное количество процентов голосов от мигрантов в латино-комьюнити во Флориде. Республиканцы выиграли выборы в Майами. Если вы давно не были в этом городе, то заверю вас, что это испаноязычный город фактически. А есть ли какая-то точка кипения вообще в ситуации с мигрантами? Что может, что должно такого произойти, чтобы действительно все политики обеих партий и третьих партий тоже задались вопросом, что же с этим делать? Что это может быть? Знаете, есть выражение в английском языке, чем хуже, тем лучше. Я не хотел бы подобного развития, чтобы какой-то ужасный факт произошел, какое-то преступление, которое бы открыло всем глаза. Но я думаю, что любой человек, который живет в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго, знает уже, что безопасность и демократы – это слова из разных словарей. Так что, если посмотреть Fox News, знаю, у всех есть определенное предупреждение касательно этого канала, но видео говорит само за себя. Люди просто перебегают к границу, и у полиции на самом деле не хватает ни рук, ни сил. Я не знаю ни одной другой страны, на самом деле, если так задуматься, в которой бы граница была бы, извиняюсь, повернута влево и вправо. А в США мы видим это каждый день. Спасибо большое, Брюс Маркс, адвокат, бывший член Сената в штат Пенсильвании от республиканцев. Спасибо, что присоединились. К другим темам. Почти 40 тысяч норок бежали со зверофермы в Огайо. Владелец не исключает, что животных выпустили на волю намеренно, и кто это сделал, до сих пор доподлинно неизвестно. Жалоба о пропаже норок поступила в полицию. Возможно, речь идет о недопрожелателях, решивших причинить хозяину фермы ущерб. Также побег мог быть организован зоозащитниками из гуманных соображений. По состоянию на вечер вторника, например, около 10 тысяч зверьков числились пропавшими без вести. Если эти норки смогут прокормить себя и согреться предстоящей зимой, то они точно нанесут ущерб популяции мелкой дичи в этом районе. Но, скорее всего, они либо умрут от холода, либо от голода. Допустим, некоторые из них выживут, но тогда они попадут в ловушку, и их будут просто отстреливать, потому что охотники и защитники природы не любят, чтобы здесь бегали норки. Как говорят эксперты, прожившие всю жизнь в клетках норки, едва ли смогут адаптироваться к существованию в дикой природе. Многие из них уже погибли под колесами автомобилей. Отмечается, что большинство зверьков удалось вернуть обратно, но часть продолжает бродить по окрестностям. Самые большие опасения сейчас возникают у владельцев местных птиц и ферм. Обсудим с нами на прямой связи Джозеф Баденберг, активист движения за права животных, спикер организации Фронта освобождения животных. Здравствуйте, Джозеф, спасибо, что присоединились. А попадает ли этот инцидент под деятельность вашей организации? Все-таки довольно крупное происшествие. Кажется, у нас пока есть проблемы со связью, но мы попытаемся сейчас их наладить. Напомню, Джозеф Баденберг, активист движения за права животных и спикер организации Фронта освобождения животных. Сейчас с нами на прямой связи, но мы пытаемся наладить контакт. И, кажется, он у нас к новым темам, да, к сожалению, не получилось связаться с экспертом. Золотой парашют для Илона Маска. Гендиректор Теслы защищает себя в суде против акционеров компании. Они оспаривают его выходное пособие в размере, превышающем 55 миллиардов долларов. Накануне Маск предстал перед судом штата Делавер. Он отрицает, что диктовал условия компенсационного пакета на 2018 год или присутствовал на заседаниях Совета директоров или комитета, на которых обсуждался этот план. Адвокат ИСЦА акционером провел большую часть перекрестного допроса, пытаясь вынудить Илона Маска признать, что тот контролирует Тесла в такой степени, что может заставить Совет директоров выполнять его волю. Впрочем, есть и приятные новости вокруг бизнесмена. В штате Техас вскоре установят статую Илона Маска. Это 9-метровый алюминиевый козел, оседлавший ракету. При этом у животного голова основателя компании Тесла и SpaceX. Но это не насмешка, а очень дорогой подарок, который своему кумиру подарят почитатели. Аббревиатура ГОТ или козел расшифровывается как Greatest of All Time, величайший человек всех времен. Авторы проекта, создатели криптовалюты Илон Гоат Токен, они решили сделать Маску такой необычный подарок из-за его многочисленных, по их словам, достижений. Создатели собираются подарить статую 26 ноября. Торжественная церемония состоится в офисе Тесла в Остине. На реализацию проекта ушел целый год, а его бюджет превысил 600 тысяч долларов. Сотрудники же Твиттера, который купил бизнесмен совсем недавно, в это время расстроены. Маск продолжает проводить реструктуризацию. 28 октября новый босс уже уволил половину из 7,5 тысяч сотрудников. Ну а тем, кто остался, теперь на днях предложили выбор – работать больше или уволиться с выходным пособием. Кстати, бесплатные обеды в офисе Твиттера Маск тоже отменил. Таким образом, новая статуя «Козел на ракете» может не только порадовать почитателей, но и почувствовать себя отмщенными тем, кому миллиардер нравится перестал. Еще одна тема. В Висконсине турбовинтовой самолет совершил жесткую посадку. Это произошло на территории гольф-клуба «Вестерн Лейкс» в округе Укеша. Транспортное средство перевозило на своем борту 56 собак. Рейс вылетел из аэропорта Нового Орлеана. В результате инцидента и животные, и члены экипажу получили лишь травмы, которые не опасны для жизни. Сотрудники общества защиты животных забрали испуганных собак с места ЧП в питомник. Также известно, что после того, как самолет соприкоснулся с землей, он протаранил деревья. Ремонту транспортное средство не подлежит. У него оторвались крылья и разлилось 1135 литров авиационного керосина. Аварийная посадка случилась в тяжелых метеоусловиях. В Висконсине выпал снег и дуют порывистые ветры. Расследование происшествия продолжается. Стресс от полета очень травмирует животных. Плюс еще это авария. Они испытывают большое напряжение. Надеюсь, с ними все будет в порядке. Непогода в Висконсине, из-за которой могла случиться жесткая посадка самолета, это только начало. Синоптики прогнозируют затяжную и холодную зиму в США. Метеорологическая служба уже выпустила штормовое предупреждение для исторического региона Новая Англия. В него входит, в частности, Бостон. Там одновременно прогнозируют дождь, снег и гололед. Первый акт разгула стихии ожидается уже сегодня вечером между 9 и 10 часами вечера по местному времени. Минусовая температура и осадки также ожидаются в округе Вустер. Это в штате Нью-Гэмпшир. На этом прямой сквозной эфир на сегодня завершается. Провела его я, Диана Лесничья. Впереди наша постоянная рубрика без комментариев. Но я прощаюсь. До завтра. Провела его я, Диана Лесничья. Провела его я, Диана Лесничья. Провела его я, Диана Лесничья. Время. 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 Het projectная park is van oordeel dat het er alle schein van heeft dat het boekraket opzettelijk is afgevuurd. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok